И далее еще час до заседания, когда уже было известно, что никакой доставки не будет и не будет, ну, скажем, никакого заседания. Никто не сказал. Я бы, естественно, как-то организовала бы так, чтобы журналисты не тратили свое время. Поэтому я вас очень прошу поддерживать дальше. Что мы делаем? Мы, безусловно, будем на это реагировать. Я буду подавать жалобу на этого судью. Точно так же к ней присоединятся те народные депутаты, которые его поддержали. Это Константиновский, это Петренко, а также Давид Секварелидзе. Я думаю, что Михаил присоединится к подобным жалобам. Мы должны создать прецедент, когда Украина будет защищать как своих граждан, так и людей, которые выступают в ее защите. Гея воевал за суверенитет Украины. И на сегодняшний момент он должен иметь, скажем, право на адекватную защиту и на нормальные отношения. Он не должен ждать решения по своей выдаче, по экстрадиции в условиях мукиановского сезона. И у него, кстати, одна почка отсутствует в результате ранений. И каждый день пребывания этого человека в тюрьме просто чревато. Последствия для здоровья и для престижа Украины. Просто он военный. Это, честно говоря, некорректно. Знаете, военного человека, который построил значительную карьеру и занимается этим профессионально, назовем так. В Украине он был, можно сказать, по статусу добровольца. Он не спрашивал бумаги, когда он сюда ехал. Он ехал за свои убеждения. Тем не менее, не рву. Мы называем судью, хай, вы же документы. Чем вы тут забрали, сынок? Что вы тут забрали, сынок? Ребята, еще раз.